Всем привет, ребята! Добро пожаловать в это видео! И да, это моя первая съёмка в главном роли. На самом деле, да, немножко предыстория о том, куда я иду, что сегодня будет. Я каждый день почти подаю заявки на новый ролик, который только есть на всех сайтах, где есть. Просто я везде подаю заявки, и мне приходит много прослушиваний, но мне никогда не приходило колбэк. Колбэк — это когда тебя зовут на второе прослушивание уже вживую, либо тебя просто одобряют, бывает и такое. Но мне никогда такого не приходило, и в один прекрасный момент меня зовут на колбэк. Причём проект очень прикольный. Это AFI, American Film Institute. Это самый крутой университет для кинематографистов в стране. У них есть только мастерские программы, то есть только магистратура. И каждый, ну, почти каждый оператор или звукорежиссёр, который работает в индустрии, каким-то образом связан с ними. Или режиссёр, или... В общем, это реально очень крутое место для всех тех, кто работает в индустрии за камерой. И их выпускники реально снимают очень крутые работы. Вот. Они иногда выставляют какие-то кастинги. Я всегда подаюсь на все их студенческие фильмы, потому что я очень хотела там побывать. И вот мне приходит колбэк от AFI, и я такая, вау, ха-ха, круто. И я прихожу туда одна, и никого больше со мной не было. И я думала, что всё, роль моя. Но потом на моё место пришла ещё одна девочка. И я сидела день вот так вот просто ждала ответа от них, возьмут, не возьмут. В итоге меня взяли. И это... Ну, это типа главная роль. Как бы, когда я подавалась, это была главная роль. Я сейчас, почитав скрипт, я понимаю, что, скорее всего, это второстепенное может быть. Я думаю, да. Вот. Но у меня достаточно большая всё равно часть. И у нас было уже две репетиции на этой неделе. Я ездила к ним на кампус. Мы репетировали с режиссёром, с моими партнёрами по сцене. Всё разводили, читали скрипт. То есть это был прям целый процесс. И сегодня вот мы снимаем. Собственно, да, вот так вот выглядит мой скрипт. И здесь я пометила свои реплики, подписала всё. Почему я так говорю и так далее. И я даже вчера написала ещё историю своего персонажа от руки. И я так делала для того, чтобы понимать, почему он персонаж говорит те или иные слова. Для того, чтобы это не было из воздуха. И это не звучало фейково. Вот. Но вчера мне прислали так называемый call sheet. Или базу на лист по-русски. Просто время, информация о съёмках и так далее. И здесь вот моё имя в столбике с актёрами. Всего лишь их два. И там моё имя. И для нас собирается просто вот такая вот огромная команда. И я уверена, это будет реально большие-большие съёмки. Несмотря на то, что это... Ну, не большие, но типа достаточно большие. Несмотря на то, что это студенческий фильм. Но да, всё равно это реально клёвый опыт. Реально клёвый будет мне материал для моего шаурила. Что тоже круто, потому что его нужно буквально везде отсылать. Поэтому да, мне сказали не краситься и не делать волосы. Поэтому я просто поеду вот так, как есть. Вот. И у меня call time 8.50. Но из-за того, что я всё время пастую на все съёмки, я приеду к 8.30. Потому что, скорее всего, не приеду к 8.30. Короче, я просто закладываю лишние 20 минут, чтобы не опоздать. Позавчера, буквально в четверг, мне написали и позвали на какую-то съёмку. Я такая, типа, окей. И она, типа, ещё и оплачиваемая. Я такая, типа, окей. И я такая, как бы, хорошо, я согласна. И она должна была быть сразу после этой съёмки. То есть сразу после этой съёмки я должна была садиться в машину и ехать на другой конец города на другую съёмку. То есть в 7 заканчивается это, в 8.30 у меня уже call на другой съёмке. Я думала, что всё так и будет. Потом у меня до вчерашнего вечера был только сценарий. То есть никакой информации, вообще ни о чём. Я просто такая, типа... И это так сейчас вот странно. И я вот думаю, блин, отменить ли мне сейчас... Ну, типа, сказать, что у меня там коронавирус, потому что сейчас, если у кого-то коронавирус, на съёмки на какие-то тебя не пустят. Вот. И сказать... И, блин, я не знаю, мне просто реально как-то стрёмно, потому что call sheet присылали только вчера. Я вообще увидела только два номера телефонов. То есть никаких паролей, явок, ничего вообще не увидело. Никаких-то примеров работ. Это как-то так всё странно. И, типа, ехать куда-то вообще в какую-то жопу мира... Я не знаю, у меня есть какой-то bad feeling по поводу этого всего. Вот он он, аутфит типичного актёра, который едет 8 утра на съёмки. В общем, я пыталась как-то снять эти отёки, и всё, тут мои вещи. И я отправляюсь в Санта-Монику. Я приехала, и надеюсь, здесь можно парковаться, потому что с парковкой в Милэй всегда какая-то беда, и мне интересно вообще... Всегда попаду ли я на какой-то штраф или нет. Ну, в общем-то, я припарковалась, и я иду на площадку. Я даже не опоздала. Ну что, я вернулась домой. Так выглядит мой последний лук. Вот это примерно мой макияж, вот такой вот потрёпанной жизнью. И вот этот вот лук, в нём я была на улице, и если что, у нас 12 раз. Сейчас просто напоминаю. Короче, сейчас я переоденусь, мою вот это всё, и расскажу вам, как всё прошло. Итак, я вернулась. Я очень сильно замёрзла. Я хочу просто согреться, взять себе что-то горячего, попить просто. Реально, главное согреться. Короче, у меня не было вообще возможности нормально как-то взять камеру, что-то записать, потому что я постоянно была в окружении бегающих людей, которым что-то нужно быстро менять на сете. Плюс я реально постоянно была занята. То есть у меня надо было либо быть на готове, либо мне нужно было быть в кадре. Скорее, типа, где-то между вот этим состоянием я была. И поэтому у меня не было как бы как-то такого времени там ходить, снимать что-то, вообще как-то с камерой взаимодействовать, что-то подснимать. То есть я просто снимала, когда у меня был телефон в руках, потому что ещё бывали моменты, когда у меня был, ну вот мой костюм, который не предполагает карманов, и поэтому я телефон куда-то вообще убирала. И когда я доставала телефон, я просто быстро что-то снимала, и всё. В общем, да, это не был такой... Не был такой лёгкий процесс для именно съёмки этого влога. Но я здесь для того, чтобы вам как бы повествовательно рассказать вообще как всё прошло и показать какие-то моменты, которые мне удалось подснять. Собственно говоря, всё началось с того, что я приехала на сет. И меня посадили на макияж. Был мейкап артист, и передо мной уже накрасили девочку, которая играет главную роль, которая моя сестра. А так как этой девочке нет 18, она пришла с мамой. И, кстати, по поводу девочки. Я не знаю, для тех, кто не живёт в Америке, возможно, это будет как-то казаться странно и дико. Но здесь, особенно в нашей индустрии, очень часто есть такое, что люди не используют вот pronouns, то есть местоимения, которые ты по ним видишь. То есть человек, например, выбирает себе какой-то pronoun, типа, как вы уже, наверное, слышали, они, это как бы them, they, they, them. И в английском they, them используется просто, когда мы говорим о человеке, и мы не знаем, какого он пола. Когда мы говорим they, то есть потому что, ну, в русском человек — это всегда он, он, в английском это не так. Вот. И поэтому, ну, ты никогда как бы не знаешь, какое местоимение использовать. И мама этого ребёнка называла её то она, то он, то они. И у меня просто выполнён. То есть обычно, окей, да, там не она, он, или они, но не три сразу. Когда она говорила, её мама говорила тремя разными местоимениями, и я просто то, реально, то они, то он. В большинстве своём я такая, типа, а как мне это называть? И, короче, кто-то говорил она, и я понимаю, что это mispronounced, а это как бы прям вообще не очень. И, короче, я запуталась вообще, кто это был, честно сказать. Короче, ребёнок. Ребёнок, который со мной снимался, окей. Я просто не хочу никого обидеть. И с режиссёром мы уже репетировали два раза, как я уже говорила, на этой неделе. Один раз мы просто читали этот скрипт по ролям. Во второй день мы прогоняли какие-то сцены непосредственно уже в аудитории AFI. Вот. Поэтому мы примерно знали, что мы будем делать. Здесь нам нужно было уже просто развести всё на самой локации. И я знала, что команда будет большая, но когда я пришла, я вообще была в шоке, потому что, ну, там было где-то человек 30 просто команды. То есть у нас двое актёров, вот, режиссёр, оператор и просто вся ещё остальная команда. И это было реально очень, ну, как-то, я не знаю, я себя чувствовала так, что, типа, на мне лежит такая большая ответственность, что, типа, я перед камерой, и тут столько людей выстраивают кадры, выставляют свет, и мне нельзя просто, ну, как бы, облажаться. И ещё я не думаю, что у меня настолько большой опыт именно в актёрстве, настолько большое, как бы, вот, чувство этой профессии, что я себе очень доверяю. То есть у меня нет такого, что я прям себе сильно доверяю, поэтому, когда мне доверяют, и когда меня... О, мама звонит. И когда доверяют мне, и когда меня берут на какие-то роли, я думаю, блин, как вы мне вообще доверили? Потому что мне кажется, что я всё ещё хреновый актёр в глубине души. Или, может быть, не в глубине. Мне просто кажется, блин, а как меня взяли, типа? И меня не поправляют. То есть я играю, и мне такие, окей, идём дальше. Я такая, типа, подождите, это было хорошо. Ну, то есть я, короче, себя не доверяю ещё, и я не могу понять, хорошо это или нет. Вот. И поэтому я просто, окей, go with the flow. Как бы идём, как бы, как идётся. В принципе, сцены были несложные. Слов было не сильно много. Я иногда для прослушивания делаю больше сцены, чем у меня было вообще в этом фильме. Но, в принципе, мне же и хорошо. То есть мой первый такой опыт на большой площадке, как бы, в большой роли. И там не сильно много слов. Там просто больше какой-то физической игры было, на самом деле. Вот. И, ну да, мы с этим вот ребёнком, с которым я играла, в принципе, нашли какой-то контакт. И было довольно несложно. Очень классная была операторка на площадке. Мне очень понравилось, что было очень много женщин в коллективе. Я просто такая... Там все camera technician, типа, и это человек женщина, и оператор просто на себе таскал эти 30-килограммовые вот так вот на плече камеры. Я такая просто да. Ну, в общем, да, я немножечко подсняла, и вот площадка выглядит, по сути, вот так. Как правило, вот что происходит на площадке, это люди просто переставляют кадр и говорят о кадре. Это просто... Вот на самом деле, сколько бы там не было вот актёром вот этих аплодисментов, на самом деле актёр это вот такая вот часть вот в таком продакшене. То есть ты реально, ты просто вот играешь, да, но там столько людей выставляет кадр, столько людей просто смотрят, чтобы там какие-то вот такие маленькие детали какие-то совпадали, цвета там попадали сюда, цвет сюда, вот эта вот камера вот так вот двигалась. Это все просто такой огромный процесс, который выполняется огромным количеством людей, и актеры — это всего лишь фишка, вот такая вот одна пазлинка в одном этом большом пазле. И актерам на самом деле нужно знать, когда убраться с площадки, когда замолчать, когда вот просто надо знать свое место реально, то есть никогда не лезть там, никто тебе не даст никаких прав особо, то есть ты просто вот реально, ты знаешь свои слова, ты знаешь, куда идти, ты знаешь, как вот, куда тебе нужно встать, да, в какой момент, все, ты выполняешь всю работу, идешь дальше, то есть и идешь там, и идешь там, отдыхаешь просто, ждешь, пока опять выставят кадр. И так все время, то есть на самом деле, сколько бы я ни работала на площадке в качестве актера, в большей части твоя работа — это просто ждать, пока выставят кадр, ждать, пока кадр согласуют, отрепетировать, перед камерой уйти, чтобы кадр опять донаставили, то есть это реально постоянное ожидание больше, чем сама какая-то там игра. Кстати, забыла упомянуть, что на одной из репетиций мне сказали о том, что все манипуляции с волосами моей сестры в фильме будут происходить по-живому, а не на парике, как я думала, поэтому меня буквально в кадре заставили отстричь ей волосы, а потом парикмахер делал ей нормальную прическу. Но все равно было очень прикольно видеть, как столько людей вообще пашут над студенческим фильмом, и студенческие фильмы реально, как я уже говорила, очень крутые в этом университете, и они будут показываться на большом экране, нас посовут на премьеру, и, если честно, мне очень стрёмно смотреть на себя на большом экране перед большим количеством людей. Я буду с этим бороться, потому что, ну, типа, это моя работа, но просто мне кажется, я всегда буду календжевать с того, как я играю, смотря на вообще крутость всего моей игры, может, мне надо с этим поработать, я не знаю. Короче, да. Короче, такие дела. Мы отсняли все сцены в доме, я уже замерзала, потому что я была в этом коротеньком топике, я вот так вот стою просто, господи, помогите, у нас на улице реально 12 градусов. И потом мы вышли на улицу, и мы подсняли последнюю сцену на улице, и всё, it's a wrap. И я поехала домой. Короче, да, и я не пошла на вторую съёмку, про которую он говорил, что я, возможно, пойду. Мне показалось, это какой-то кринж, вообще какой-то скам. Так съёмки не делаются, я побоялась, что меня там просто разворуют на органы. И я просто им написала, типа, у меня ковид. И потому что мне скинули сценарий просто два дня назад, вызвалились, мне скинули вчера в 10 вечера, и там просто нет больше получателей, кроме меня, и там больше нет никаких имён вообще, кроме... Короче, это... 100% что-то не так с этим, с тем, как всё там было сделано. И я даже не чувствовала, что там есть какая-то вина моя в том, что я так поздно отменила, потому что это реально... это какой-то... Лучше я перестрахуюсь лишний раз, лучше я не пойду, чем я пойду и огребу. Короче, вот так прошли мои первые съёмки. Именно в качестве главной роли. И да, было довольно прикольно. Интересно, что меня выбрали на такую роль. Вот, и интересно, что будет дальше, надеюсь, только больше. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания по форматам, которые вы хотели видеть бы на моём канале, я жду вас в комментариях. Для ребят, которые были подписаны на мой Телеграм, они первые узнали вообще о том, что мне дали эту роль, о том, как я думала, что меня откажут в этой роли, все мои переживания. И, кстати, даже для ребят из Телеграм-канала я выложу кусочки из этого фильма, потому что мне его по моему контракту, который я подписала, нельзя как бы нигде распространять, но Телеграм-канал, я думаю, можно выложить, и всё равно его никто не чекает. Поэтому, возможно, да, я туда поделюсь какими-то отрывками из этого фильма. Если вам интересно, то обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на мой Инстаграм. И да, до скорых встреч, я буду вас ждать в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok